и так и так и так и так и так и сяк и наперекосяк тоже добрый вечер друзья здрасте как ваши ничего шинки ничего шинки чего сейчас я запущу чатик отдельно по классике залетаю в чат да привет 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 на на цель и пожалуйста попал чат спасибо итак друзья мы сегодня вместе с вами играем в новохода носора короче небе к 1 за называется эта игра и это слушайте это это фараон это цезарь это зевс как назывался это еще игра про про то же самое тоже от impressions games про древний китай здорово md shark халилов в тф ман уху привет да нет играем не цезарь естественно естественно все комментарии по поводу того что это рискин фараона мы уже получили все уже обсудили четвертая миссия у нас обучение закончилось в общем если вы играли в подобное то вряд ли вы чего-то не поймете я бы так сформулировал вряд ли вы что-то не поймете и это же прекрасно это независимая студия непос games сделала игру про древнюю месопотамию и мне кажется только ну не только но во многом благодаря тому что она схожа с перечисленными играми с фараоном с цезарем не все остальное культовой классикой от издателя сьерра я думаю что во многом из-за этого она вообще была кем-то замечена сейчас еще одну секундочку dark молот всего прекрасно вообще просто шик чат пожалуйста да хорошие новости артемат twitch да есть хорошие новости во первых если вы подписаны на нас здесь на наш канал то то вскоре вы получите письмо с приглашением на ближайшую жаркую встречу она пройдет в петербурге если вы подписаны на патреоне то скорее всего а вы это приглашение уже получили ну или во всяком случае видели один пост и уже у нас готов второй пост с подробностями так что вы знаете что делать еще хорошие новости заключается том что буквально вчера я прикупил четыре вот таких вот замечательных микрофона shure sm7b для апгрейда подкаста отвратительные мужики поэтому в этом году мы продолжаем придерживаться практике по чуть-чуть потихонечку все становится лучше мощнее вкуснее съедобнее и так далее итак правитель н меркар доверил тебе очень важную задачу построить город у рук и возведи в нем великолепный храм в честь богини и нанны то есть он такой типа строим город у рук он вот заранее название придумал а да значит советики советики нам дает царь героев гиль гамеш вы наверное наслышанная интерфейс для муравьев я согласен интерфейс максимально я вот сейчас вот сижу и думаю нельзя ли было сделать шрифт еще помельче значит если вы соберетесь играть стоит все 450 рублей в гоги замечательно обожаю пока гейминг и не рекомендую вам отключать подсказки даже если вы считаете себя мега опытным игроком прожженным фараоном или максимально компетентным цезарем а то и зевсом привет добро пожаловать обратно на этот раз я тебе тебя надолго не задержу только коротко расскажу о новых функциях которые впервые появляются этой миссии это четвертая миссия первые три посвящены такому уж совсем базовому обучению мне понравилось и я решил что надо сделать стрим да как это читать нормально нормально сейчас посмотрим если возможно сделать более крупный шрифт и интерфейс целом первая полезная функция караван диапазон возможности перевозчиков может быть очень ограничен не позволяя перевозить товары на большие расстояния для этого используется караван каравана перевозить товар между складами на любое расстояние и как и для продавцов их маршрут сдается вручную вторая функция памятники они представляют собой огромные сооружения для строительства которых требуется много сырья с другой стороны не являются яркой достопримечательностью города а также значительно повышает его престиж престиж у рука а самое лучшее в памятниках это то что ты можешь строить их по своему индивидуальному проекту и на свой вкус памятники по индивидуальному проекту вот типа я уже читал как но не то что читал мне рассказывали что в отзывах у на стиме люди жалуются им опять что-то не додали чтобы гречит там не хватает но там по сравнению да с фараонами и цезарем и всем остальным во первых на принять что это инди студия это не impressions games которая не под издателем сьера и это не вы понимаете да перед фараоном был цезарь 1 2 3 и так далее здесь совершенно другой бюджет другая цена всего и во всяком случае я могу точно сказать что даже если в этой игре чего-то нет то в этой игре и кое-что есть уникальное во всяком случае вот гильгамеш обещает строительство памятников по личному моему проекту не представляю себе как это выглядит на этот раз пока все наслаждаюсь строительством да я буду наслаждаться строительством сейчас но пока естественно мы идем на стройке я уже сделал размер пешеходов большой вид разрешение в окне 4k ю ай а зачем нам 4k ю ай главная музыка звуки хрен его знает к черту памятник пенис можно возможно размер поселения ограничен как 7 ситили строй до одурения пока по личным проект уже не нового говорят ну и хер с ним я пока не уверен насчет памятников пенисов и размеров поселения потому что я играю в компанию и у слава богу это можно увеличивать я играю в компанию компания как известно принято призвано обучить всем тонкостям обычно вот эти вопросы про размер поселения до одурения и так далее так далее эти все вопросы принято задавать когда начинаешь играть в кастом гейм типа огромная карта и стройка без цели и и так далее здесь у нас все-таки есть цель но нам нужно набрать 2000 поселенцев 32 обычных дома начинать все с хижин обычный дом а там типа третий по моему уровень собственно жил площади и надо построить храм отлично да стрим по резику 8 с ильей мы конечно мы конечно обсуждаем но пока конкретно говорить нечего так короче начнем начнем мы с с чего давайте начнем с фермы вот для того чтобы люди которые припрутся например портить воздух сейчас я вам сразу есть особенности интерфейса есть особенности интерфейс которые ну типа могли бы и расстараться погнали вот например здесь зачем-то сразу предлагается выбрать вот типа пшеничное поле но пока что другого поля никакое другое поле не предлагается построить поэтому ясно на хера и вопрос можем ли мы поставить его туда где вот лес можем значит смотрите классно знаете как можно сделать классно вырезал вот так вот и передвинул а плохо что ли что тебе не нравится пётр что хреново давайте вот так дальше все это дело еще будет покрыто бешеным количеством ирригационных каналов но и типа да окей насос жора чуть увеличим чтобы совсем уж не это без вот этого слушайте ну нет к сожалению нельзя увеличить интерфейс но что вы здесь собрались рассматривать все увидите на сказать на боевую не переживайте так нормальски подбросили максимум полей разумный максимум полей 36 потому что два работника могут вот обрабатывать два которые по умолчанию ну типа два слота они могут обрабатывать по 18 полей каждый далее домики про саундтрек в чате уже написали ребята это кайф это кайф это кайф все поехали супер скорость скорость если что это минимальная скорость перемещения минимальная скорость перемещения NPC персонажей юнитов я пытался сделать какую-то уютную скорость уютную но уютной скорости не дают значит ну вы понимаете да что вот для того чтобы апгрейдить дома для апгрейда домов им нужно вот им нужно у них есть определенные требования в данном случае нас дома второго уровня требуют хлеба и молока дома третьего уровня которые нам как раз необходим требуют керамики и воды вот ну и анимация такая да обратите внимание немножко где-то дерганая вот так выглядит засев полей например затем у нас пекарня 2 по зеленую воду спрашивают и нил нет все таки это не нил мы же про месопотамию говорим это между речи тигра и ефрата погнали а т т т т т т т т т вот все суета началась склады давай будем все складывать сейчас и базар 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 где памятники декорирование услуги услуги да давайте вот так обратите внимание да что ну я думаю что вы обратили внимание что у зданий вроде пекарен зданий вроде ферм зданий вроде рынков есть такая вот синим отмеченная граница покрытия то есть есть чуть-чуть подвинуть рынок то до него он не сможет забирать из пекарен хлеб и соответственно его распространять для того чтобы распространять хлеб нам необходимо нанять разносчика задать его маршрут все домики отмечены зеленым значит они попадают под юрисдикцию данного базара и потихонечку вот обратите внимание нужды население начинают удовлетворяться сорян я не могу увеличить я понимаю я представляю себе как это выглядит а добрый вечер миксаж а че тут с работниками рабочих не хватает ты рин ты 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 нормально затем нам нужна козловодческая ферма да вот так козловодческая ферма которая да она будет вот на этот склад относить молочко с нее будет относить молочко и с этого склада будут забирать уже сотрудники рынка давайте вот так оптимизируем и собственно пастбище козловые раз ты риди ты ты немного не так но ничего сейчас все исправим не помешает орошение пилигрим класс привет рад вообще видеть можно пожалуйста уничтожить данные так 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 ирекционный канал по 3 рубля пожалуйста оп оп какую то я херню сделал неэффективную давай назад давай вот так абсолют ли но потребуется новый склад окей хорошо ничего переживем поставим новый склад ну да вот ферст у и или гейт вот например просто на на будущее про на будущее а просто вот такой комментарий технического толка например увидеть радиус в котором здание вот окружает себя полями можно только прибегнув к механической какой-то функции просто так щелкнуть на здание и увидеть его радиус его работы нельзя это поддрачивает но я уверен что все будет хорошо потому что перед стримом игра загрузила большое обновление ну как большое она сама по себе весит там метров 400 мне кажется я не преувеличиваю там плюс-минус 100 мегабайт и обновление было на 96 так что ждем и крупный шрифт в интерфейсе и ждем так сказать оптимизацию всяких нюансов давай фигачить вот вот тебе вот тебе еще еще две вот ну и надо понимать что да нет 35 нормально это на перспективу что касается складов вот опять таки да то есть достает ли этот склад сюда ну мы можем узнать это только нажав кнопку копировать или вырезать не достает давай вот так оп хорошо пошла смотри и разносится молока ведь не хватает работников но это дело максимально поправимое потому что сейчас настало время строить новые дома и домики потихонечку видите начинают становиться все более и более нарядными и соответственно чем наряднее дом чем престижнее жилплощадь тем больше поселенцев она в себя вмещает поехали поехали эйр пар по поводу фанатичного поддержания веры в того или иного бога как в фараоне я вот не не понял я слышал жалобы что системы общения с богами вообще нет здесь я не видел пока я не доходил это четвертая миссия едва закончился навязчивый но необходимый туториал и вот разбираемся в прямом эфире вот как раз да нет это отлично а а ну вот да пилигрим по поводу очередной тусовки подписчиков вижу твой комментарий следующая тусовка подписчиков в питере в питере скоро письмецо если ты вдруг подписан на патрике свэйзи на нас то наверное ты уже видел вот если нет то жди просто письмеца без конверта привет магеллан это игра а-ля фараон и зенератор нет в планах не было комментировать близкон что ж саундтрек тут конечно просто люди погромче сделаем вот так вот ну и надо понимать что жители расходуют все эти ресурсы которые им доставляют статистика товаров и услуг ой 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 не 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 ты ты ринь ты ты ринь а как же это сделать то торгово а вот ну к примеру вот молоко да постепенно они все это выжирают и поэтому дома могут деградировать обратно до хижин соответственно эта история не про единоразовый апгрейд как в старкрафте это история про то что постоянно надо балансировать и люди покидают пошел ты в жопу катитесь своим пешаком вместе ну естественно кирпичная мастерская пригодится нам чуть позже а сейчас нам не помешает глина добывающая канитель да именно так а вместе с ней и керамическая студия 2 базар ты покрываешь не покрываешь ты керамическую студию значит нужен еще и новый базар так же я думаю новый склад не помешает достойcap внутри 看 пинь горшки пошли Добрый вечер, это новая игра Это новая игра фирмы, новая игра Нибикаднезер Поехали Пора Разносить Горшки, чтобы это не значило Топово Здесь, что у нас происходит? Хлеб, куда мы носим? Можно скорректировать, пожалуйста Ваши творческие маршруты Так Так Пожалуйста, так Затем Сюда И вот сюда Обратите внимание Дело происходит в апреле Ферма Животноводческая работает круглый год А ферма Как это называется? Земледельческая работает Сезонно Так Значит 17-18 Давайте расширять Животноводчество как раз Животноводство Да что ж ты будешь делать-то? Вот Опять херню творю Опять тварю херню Опять тварю херню А можно залезть еще и на территорию этих Красота Но мы сделаем это Мы сделаем чуть иначе Вот так Вот видите Слишком длинный канал Начинает мелеть К своему концу И Решить это можно Установка еще одного Насоса Деригационного Тынь Так, тут начался сезон Поехали Поехали Да, да, да Херню делаю Сначала ирригация Сделал херню Лишняк Да, поэтому вот Нужно тонко все время Контролировать длину Ирригационных каналов Например Лишние Лишние хвосты Подчищать Потому что иначе Пострадает эффективность Всего этого Замечательного праздника Не покидай нас Шесть из восемнадцати Этот обслуживает О, ванзай Дыш Восемнадцати из восемнадцати Все заняты Красота Прокачать насосы на мощность Нет Это вот Статичная сущность Я кликаю на него И ничего не происходит Да, вода нужна Населению Но для этого Есть отдельная история Под названием Колодец Собственно Сейчас мы Займемся Ей Как только я Закончу С Животноводством 15 из восемнадцати Ага Хорошо Как раз Три Все И ферма С козлами У нас У нас Максимально Расширено Ну Практически Максимально Можно В принципе Не переживать Вот Что касается воды Для населения Вот Колодец 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 Причем Можно поставить Где угодно Кроме Мест Где Вот Видите Камни Угу Куда бы Понаряднее Его Воткнуть Будет Здесь Для Аутентичности Разносчик Один Ходит Так Второй Будет Ходить Еще Поди Прицелься Второй Будет Ходить Вот Так По В общем То Предсказуем Во Пошли Обычные Дома Пожалуйста Их Нам Нужно Тридцать Две Штуки Обратить Внимание В правом Верхнем Углу Указано Все Необходимые Показатели Которых Нужно Достичь В этой Миссии Сейчас У нас Обычных Домов 15 В принципе Мы Мчимся К Успешному Закрытию Этой Цели Но Все Может Обернуться Совершенно В иную Сторону И Обычные Дома Деградируют До Хижин Терпения Не хватило В такую Игру Нажимать Ну Льюис Рокенролл В этом И смысл Таких Игр Это Медитационная Такая Процедура Здесь Не надо Это Как раз Не про Терпение А про Такое Знаете Умиротворение Что Что Сюда Ноль Ноль Воды А как Так То Блять Дом Рядом С Как Это Так До Него Не Доносит Дом Рядом С Колодцем Что За Херня Что По Ага Это Тоже Сюда Не Доносит Давайте Еще Одну Наймем Так Ходи Вот Видите Деградос Деградес Что То Им не Нравится В моем Как Урук Да Да Пока Что Это Весь Город На Экране Вот Ну Типа Стрим Идет Сколько Полчаса Максимум О Пилигрим По поводу Блэк Нвайт Я ничего Не скажу Я не Угорал Когда Вышел Начал Выходить Блэк Нвайт У меня Не было Компьютера На котором Я смог Быть Запустить А Потом Просто Стал Как Мне Интересно Я Поиграл Для Проформы В нее Спустя Там Типа Несколько Лет После Выхода Ну И Такое Что Мне Кажется Вот Где-то На На Этапе На Мой Взгляд Мулине Уже Начал Немножко Сходить С ума Хотя Я знаю Что Игра Популярная И Процент Обещанного Как Соотношение Обещанного И Сделанного Там Выше Чем В Пошел Саундтрек В стиле Surviving Mars Абсолютно Че мы Делаем 1530 2000 Хорошо Что Здесь Нет Ограничений По Полям Третья Миссия Обучающая Предыдущая Там Было Очень мало Пространства Для Ферм Соответственно С едой С хлебом И молоком Были Проблемы Здесь Этого Нет И Уже У нас 16 Домов Обычных Домов Из 32 Половину Мы Уже Сделали Мне Мне кажется У нас Всего Типа Сколько Их 18 Вот Это Почему Залупа Не Растет Никак Давайте Еще Воткнем Фермочку Декорирование Трава Маленький Сад Мне Кажется Мне Кажется Вот Этому Домику Не Обходим Маленький Сад Трава Маленький Один О Трава давай прям вот так бах и на сто процентов застроим а ирригацию мы будем подводить откуда отсюда тынь-тынь-тынь да наверно нет да да щасек чуваки без паники вот так и еще один насосец вот к нему сюда тынь супер тридцать шесть клеток под засев это допустимый максимум на земледельческой ферме да дороги вокруг здания обводить это топовое и еще топово когда вот помните в фараоне была такая история когда обычная грунтовая тропа такая она вокруг престижных домов становится покрывается такой плиткой автоматически и ты понимаешь что ее можно декорировать дополнительной фигней это очень приятно всегда было типа люди начали чувствовать себя получше давайте им немножко украсим жизнь от супер хорошо да сюда мы наимем второго работника через какое-то время 18 18 обычных домов 1902 жителя из двух тысяч еще пропажи пози 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 не покидай что-то хлеба молока до жопы просто давай у это и так он не в проворот давай че просто музыка в стиле альбома Роберта Планта Керри Файер если вы слышали такой рекомендуем да 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 Азимандиас это абсолютно в этом стиле игра она сделана с прицелом на аудиторию как раз которую любила фараона Цезаря и всех остальных как же назывался этот не оверлорд а какой-то этот про древний Китай была абсолютно идентичная игра ну собственно Impressions Games они как поступили они сделали Цезарь 1, Цезарь 2, Цезарь 3 вслед за Цезарем 3 сделали абсолютно идентичного фараона потом сделали такого же Зевса и такого же Китайца название которого я не могу вспомнить почему эти суки не обслуживают 18 из 18 сколько здесь 57 ну гады ладно ячейки простаивают так а здесь нам нужно уже сайте хлеба просто обожрись реально уже хлеб с молоком жрут караван-сарай поехали а у нас же есть караван-сарай подожди давай что он делает ну предположим здесь будет караван-сарай что надо делать караван который будет не 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 у нас пекарни не переваривают этот объем вот что я понял давай лайк дэс иди в жопу катись к хуям мини карта легенда ну типа вот знаете можно и даже увеличить ну по логике вещей сайт все очень просто сопоставить да красное это добывающие здания в смысле нет да производящие желтые это поля земледелия зеленые это поля животноводства синие это жилплощадь ну и в общем то тут легенда мне кажется не нужна сваливают суки так короче разберемся с караван сараем хлеб едем куда сюда в чем проблема сука а в че за дела то почему я не могу караван мараван сейчас караваны перевозят товары между складами вот оно что хорошо хорошо между складами памятники первый этап строительства памятника выбор места памятник имеет минимальную максимальную площадь поэтому как только минимальная площадь будет полностью застроена можно ставить памятник даже если некоторые участки максимальной площади заняты это также означает что все зоны минимальной области должны быть свободны после размещения памятник необходимо построить склад материалов для строительства склад должен по меньшей мере соприкасаться с максимальной областью располагаться внутренней и в жопу индивидуальный дизайн окей не не очень индивидуально и есть типа несколько пресетов хорошо тоже ничего да очень маленькая карта до хрена знает типов у меня состоит какое разрешение вот просто все понимали по поводу минусов сейчас стоит разрешение на вот 3840 она такой выставилась по умолчанию мне кажется выглядит все прекрасно но я не ожидал такого мелкого интерфейса типа на стриме это смотреть неудобно играть но где бы можно привыкнуть окей ну карта мне не кажется маленькой типа карта в смысле вот это которая в углу или то что вот сама по себе она вот раз и она заканчивается но эта компания это четвертая миссия я не смотрел еще кастом гейм когда можно просто вот создать себе мне кажется нужны еще рынке потому что когда можно просто создать себе игру без без целей ну в смысле вы поняли без заданий строишь себе и строишь их хрен с ним молоко пойдем что у вас тут не ладится хлеба нет у вас хлеба нет вы чё приколуетесь надо мной караван сарай короче в итоге просто пока не нужен пока караваны перевозят продукты между складами вот а а здесь нужен явно базар еще один потому что потому что жуть какая-то да и будем будем сейчас хлебушку таскать сюда почему далеко ага а вот все-таки сука нужен караван сарай окей не-не-не-не-не склад пожалуйста значит караван от сих до сих будет носить что хлеб до чуть не нравится нет ни одного заданного маршрута или параметр некоторых складов на маршруте настроен некорректно все зашибись все ништяк все настроено не надо врать роман самарин привет привет хорви бернен это правнук цезарь и фараона цезарь бабушка фараон дедушка роман самарин до 30 лет лень встать с дивана ну смотрите здорово окскан вот рад видеть серьезно до всех рад окскана вообще не ждал уже забыл что ты есть да смотри роман во первых кривой недышащий нос чинится то есть если эта проблема ее можно решить а во-вторых да просто надо идти делать и она чем чем больше делается типа ударный спорт и и вообще все что с ним связано это такая вызывает абсолютно такое же привыкание как я не знаю лежание на диване злоупотребление алкоголем и так далее типа когда ты много бухаешь чем больше ты бухаешь тем больше хочется бухать дальше и и здесь со здоровым образом жизни ну или хотя бы его какими-то там чертами абсолютно та же самая история чем больше я занимаюсь боксом тем больше мне хочется я мне снится эта херня я иногда просыпаюсь от того что я плечо выкидываю лежа в кровати она же увлекает так что да круто студии выглядит спасибо звуку изоляция здесь есть это просто ну типа шторы да окскан в элитном чатике уже должны обсуждать питер так что ждем как минимум там а а где питер там и москва в принципе так чё ты хочешь ты от меня сука добавь склад я добавил твой тупой склад отдай ему почему ты не возишь я не понимаю еще раз знак вопроса нет ни одного заданного маршрута или параметры некоторых складов на маршруте настроен некорректно ну гнида так лучше не помогло определить действие переводчиков судов для всех товаров да не в не схем а это ну как бы слушайте действие игры происходит в месопотамии сейчас там находятся такие страны как иран например и и это все родственники собственно ближайших народов вавилоняне месопотамцы и так далее так далее так далее мистер пипкин респект за точке привет ну ай привет привет появился им доехать до питера в какие-нибудь выходные да надо ехать до 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 питера в первые мартовские выходные чувак я тебе так скажу вот больше не скажу ничего айр пар спрашивает по поводу нашего оборудования стоит на звуковой микшер или все пишите через внешние аудиокарты да мы пишем через внешнюю аудиокарту но на ней есть свой микшер плюс мы используем усилитель для наушников последнее время он был куплен в этом году для того чтобы если в подкасте или на стриме или там во время какого-то короче производства в которые в котором участвует аудио чтобы послышать могли все люди у нас карта на 4 канала у нас усилитель на 4 пар наушник вот так короче что с караван сараем пацаны дайте мне буклет с туториалом он перевозит хлебушек уже установлена почему я не могу передвинуть все я могу передвинуть все что угодно но не но не справку но не справку блять ты представляешь так настройка маршрута активируйте инструмент для добавления новых складов хорошо давайте для начала разберемся с этим потом пойдем смотреть в сторону у нас население уже превышает цель обычные дома на 18 зависли я полагаю что это связано также с тем что мы хотим установить колодец вот здесь например да сейчас разберемся со всем остальным и раз пускай сюда тоже входит и два потом то что касается вы доставляете доставляете в область да смотри срака а отсюда надо везти давай еще один керамику вот отсюда откуда где керамика у нас лежит вообще она где-нибудь лежит нигде не лежит нигде не лежит давайте склад создадим для керамики тык нормас и этот склад будет принимать только керамику и глину вот так а этот склад что там с ним не будет принимать это говно хорошо раз два что опять не ясно так обратимся к справочке да в москве энтерере риме так и не попал не попал да ну а и увидимся увидимся в питере я надеюсь какие в целом впечатления от бета под файндера я хочу я хочу играть в полную версию уже я силой заставил себя остановиться серьезно я бы еще я бы сразу я прям туда хорошо короче что это бета потому что в противном случае я бы просто угорел бы окончательно и и и и и так перевозим и там что настроить да активирую инструмент для добавления новых складов а мне надо вернуться инструмент для добавления новых складов пути подожди вот он написано путешествует что это значит куда он путешествует куда же ты путешествуешь что вася если это ничего не не это что это мне не нравится не нравишься ты мне и так в третий раз эм чтобы настроить маршрут активирую инструмент для добавления новых складов а сделали затем добавь желаемый склад нажав в него б да е после этого караван будет перемещаться между этими складами перевозить грузы но караван пока не заят не знает на ком складе нужно загружать на ком разгружать так таким образом последнее что нужно настроить это определить для каждого склада будет ли на нем караван загружаться или разгружаться эта настройка является активной для всех караванов поэтому если нужно добавить бла 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 хорошо что это значит загружать или выгружать вот это что для всех товаров нет 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 перевозчиков и судов не 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 вот здесь мы что это значит блять а а караван загружается это один караван разгружается это это зелененькое хорошо во пошла руда здесь караван загружается караван погружается классно двадцать обычных домов нет 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 интерфейс сделать крупнее нельзя к сожалению грей буфало я смотрел я посмотрю еще раз можно вот размер пешеходов только вот увеличить что вот это не ясно просто ноль 4k ui да можно конечно еще стрим перезапустить но мне кажется что ну серьезно ну что 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 мы там хотим вы хотите читать меню мне кажется главное в принципе видно все же можно конечно попробовать на боевую сейчас вы уверены что готовы к этому да масштабирование интерфейс не хватает я согласен ну что ж давайте к храму тогда двигаться что тут сделаешь еще трава можно траву выращивать как это влияет на что-то нет декорирование храм храм что это значит один индивидуальный дизайн дизайн шаблона давайте индивидуальный дизайн делать здесь у нас будет ставить супер храм нормально как вы считаете мне кажется в самый раз здесь для этого и поставили такую пустыню сраную чтобы здесь можно было нормально она окей так построй склад материал для строительства памятника в чем а он должен находиться внутри территории окей хорошо и склад материал будет собирать давай и что же это строительный склад подозреваю что нам не помешает кирпичная мастерская потребляет ту самую глину который уже у нас бывают две глина месть не производит кирпичи пожалуйста ради бога 3 давай так и здесь воды нормально в достатке керамики хер давай склады почему вообще что так мало делается горшков нам надо больше больше горшков нам сейчас точно потребуется больше глина месен поскольку поскольку мы же собираемся строить храм нормально давай вот так давай вот так и да 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 насрал я на тебя вас и так слишком много в этом городе керамиде кирпичная а мне нужна керамическая мастерская что по базару базар не достанет базар не дотягивается вот так вот так это какой обычный дом или необычный это бедный дом а ему нужно нужно керамика для того чтобы стать обычным дом посуды в доме нет сразу бедный давай и вот сюда сразу что тут тоже красавчики жили вот 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 здравствуй здравствуй не леджио как как знаток жанра пишет скажу что игра очень слабая в плане геймплея прям знаток барон балалаичной империи или все таки так поручик нормально 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 колодец колодец так и давай пусть она вот прям вот так ходит так 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 и еще этим же ребят ребятушкам нужно нужен хлебушек смотри деградирует дома то да минуточку зачем мне здесь это вообще уволить молоко не-не-не-не-не-не-не-не-то склады и дорога мне кажется что еще молоко немножечко не доезжает до складов забиты забиты фирмы фирмы нормас продакшн пошел почему пустуют а минуточку я уже могу что-то поставить у меня 8 кирпичей есть а как правильно делать вот в какую сторону мне ставить его не очень понятно царе строительство высота стиль цвет у удали этаж построй выбранный этаж надо было по шаблону ставить окей что это блядь что что мы делаем а да недостаточно ресурсов так эти вот надо окружить я вот не понимаю декорирование давайте посмотрим и снова идем справочник пожалуйста ясно склад должен по меньшей мере соприкасаться аккей индивидуальный дизайн памятника в фл композит спасибо большое до оголтелая возня на экране экспертиза в ч а как по-другому а зачем главное это ужас просто общий момент про переключить и вы хорошо я прочитаю это дерьмо раз вы так хотите это от меня не пас games на пас games переключение активного яроса шат вперед и назад цена с гулять можно мне просто для начала перенести это дерьмо вот туда я совершил ошибку своей никчемной жизни вот удалить а я весь памятник куда ладно я не понимаю просто то есть я просто не понимаю вот я что должен тут хернёй вот так вот все это застроить а потом что что потом со мной произойдет меня бабайка на каждом да пекарушка не на я понял да короче как я говорил в начале стрима естественно есть есть люди которые которые говорят о том что в новоходоносере не додали многого но честно говоря я вот со своей я как этот я не барон балалайчной империи но мне бы разобраться с тем что есть в этой игре чуваки пишут нет религии служебных зданий типа инженеров лекарей преподавателей нет военных лагерей огрызок от старых чуваки не забывайте это инди игра инди игра а не игра от большой студии импрессионс которая сделал как раз у всех этих фараонов и цезарей под издателем сьерра поэтому извините я думаю что если бы сейчас выходила стратегия типа фараона она бы стоила но типа там ну я имею в рублях она бы стоила наверное в стиме или в гоге она бы стоила там типа 1600 ну как типа как как классная rpg как под finder тот же самый ну вот игра стоит 450 рублей под поковыряться вот в этом во всем два уикенда плохо что ли наш правитель сошел с ума стиль цвет удали этаж построй выбранный этаж удали выбери конфигурацию тоже . что я могу выбрать не понимаю примени выбранный стиль и цвет ко всему этажу понятно стиль зелено-желтый сраный о боже мой какой кошмар белый розовый нормально далее специальные части лестница лезть а смотри храм короче у него есть минимальная площадь 48 высота 3 вот то что нам надо у нас высота пока один почему четыре типа здесь же явно больше четырех строить надо было вот тут я полагаю да 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 не вопрос не вопрос не лет же плюс ко всему о плюс ко всему у меня все деградирует пока я тут с вами к чертовой матери что они тут устроили зато жратвы куда вы все куда вы все сваливаете что не так вам не понравился розово-белый дизайн храма моего ну здрасте наука давно не стримили ее у меня тут все в дегенератство короче ушло к ебени матери население сокращается обычных домов уже всего 10 я что-то где-то я что-то я поступил как-то не так а чем не нравится я не понимаю мне кажется пекарни пекарен мало сейчас мы попробуем вырулить нормально вырулим сейчас увидишь жалкий фараонишка пускай будет так чё дорога будут сейчас возвращаться как миленькие у меня пойдут еды в городе хоть отбавляет чё по керамике пацаны я не врубаюсь ух ё ооо а почему вся керамика сюда уехала что вы хотите молока нет у меня три пачки рабочих на молоке что не то что не так суки да это типа типа фараона и наука какой век 3 они там мало что понимали хоть застрой с пекарнями мало будет не это 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 даже не третий век это какой-то там сраный все до нашей эры и вообще что за херня где не хватает ра нехватка рабочих а этом еды вся керамика уехал сюда я потерял нить вот честно признаю где на каком этапе я совершил ошибку смотрите давай доставляй керамику повсюду ломится от стоп от всего ломится все давай сюда неси расходы бей посуду на пилигрим я чё-то я прошлом году группа лампасы я пропустил на но не я все пропустили могли легко с музыкальными стримы пока реально не до них мы до них доберемся и когда начнутся новые музыкальные стримы сейчас просто все заняты немножко другими вещами мы возможно доберемся до группа лампасы давай не леджио вот этот правильный выбор можно можно не душнить и продолжать смотреть но если хочется спать то надо идти спать спокойной ночи все в шопе куда столько хлеба почему его никто не продает почему его не печет никто в первую очередь люди покидают город не при не привык и не смог обеспечить уровень жизни к которому привыкли мои люди эти люди на ишаке пришли с какими-то свертками в жопе я не понимаю о чем сможет идти речь вообще больше складов но ребята наши вакансии открыты приходи все деградирует так статистика товаров и услуг производства сто процентов потребление сто процентов все нормально 36 процентов козлодоев мало мне кажется мало козлодоев храм конечно просто реально как как блять стройка дачи в девяностые серьезно поставил пол забора нарисовал первый этаж оставил кирпичи на улице через две недели кирпичей уже нет все заглохло это компания не лнофор это компания про текст интерфейс сегодня уже обсуждали вроде бы давайте давайте на боевую просто чтобы поменьше было таскать поехали перезапустить игру придется понимаете давайте перезапустим уж как-нибудь пускай вот так будет сохранить я не уверен что есть смысл сохраняться очень вовремя игра на самом деле подвернулась пока народный стример видите в сачамбах катается самая то стрим чтобы чили с вечером если в игре цели чуваки вы чё ебёте меня конечно вот там вот в правом верхнем углу возьми лупу и прочитает цели вот давай перезапустим игру перезапустим игру опа не муха доназар да 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 ничего такого предосудительного здесь нет геф гик написано если вы видите гева скажите ему чувак прихисторика вон второй можно еще например давай едем ну а теперь что блять почему ты в хуй знает где объясни мне пожалуйста ну зато шрифт теперь будет крупный ребята давай давай автосейв 4 нормально сейчас все прочитаем чё за херня проклятые инди говнюки чувствуешь смотри как крупно все стало нормальненько ни хера не видно абсолютно что за день нормально да это разрешение поводить за лупы по губам называется разрешение 2560 на 1080 1920 на 1200 во норма закончить игру вообще я за то что закончить эту игру 640 на 480, да. Мне кажется, нет такого разрешения. 320 на 200. Сыграл уже 5 часов, пишет. Это называется сыграл. Только дальше сейчас не делай. Ну, 400... Не, а у меня не включен 4K UI. Нет. Нет масштаба UI. Нет опции масштаба UI. Ребята, таймер идет под стримом. Таймер, обратите внимание. Вы думаете, за это время никто не написал про масштаб UI? Если бы был масштаб UI... Вот. В общем, пососить называется. О, смотри, она вообще уехала куда-то. Узнят куда. А что насчет... Ээээ... Ээээ... Ха-ха-ха-ха-ха. А что насчет того, чтобы не уезжать за экран? Размер пешеходов нормальная. Пиздец. А, смотрите. Во-первых, 4K UI все-таки включен. Но это, мне кажется, что он включился после перезапуска. А какой вообще был рекомендуемый-то, чуваки? 3000 на... На... На 4000? Поможет ли это? Интересно. Да у меня Jagged Alliance установлен, Arig42. Ты не переживай. Он установлен. Сори, а? Вот так вот. Вот так. Вы сами себе обосрали стрим сегодня. Вот я обращаю ваше внимание на всех, кто, так сказать, ныл по поводу... Я хуй знает. Что надо здесь? Вот, наверное, вот так. О, давай еще. Да-да-да. Больше, больше давай. На максимум давай. Давай вот так вот попробуем. Закончить игру. Что еще происходит? Давай. Settings Manager. Да-да-да. Кто накупает мониторов в 8K? Вот. Единственный вариант, понимаешь, фуллскрин. Это вот. Извините. 4K-мониторы. LG. Все, я, короче, пойду ссать с этим. И вообще, мне кажется, что эту миссию надо сначала запускать. И четвертый, извините меня за выражение, уровень. Четвертый. Четвертый. Да. Вот пекарушку калит. Меня тоже калит. То, что она в процессе работы не меняет разрешение. Реально. С 1996 года не встречал игру, которая не меняла бы разрешение в процессе. Это очень странно. Обычно перезапускать игру нужно для чего-то такого более... Ну, там, типа... И то, ну... Не знаю, там условно Киберпанк очень многие настройки меняет на... Прямо в процессе игры. Урукская культура. Давай, все равно это там все насрано, обосрано. Сложность нормальная. Грэй, гад. Давай, давай. Впервого пьешь? Условного пирога, Энелнов. Условного. Вы можете пока найти увеличительное стекло и прочитать что-нибудь... Попытаться прочитать что-нибудь вот здесь. Слушайте, а если... Ну, там же есть экспертиза какая-то в чате. Допустим, мы все-таки сегодня хотим победить. И вместе как-то, да, читать туториалы. Вам, видимо, этого хочется. Надо лезть в настройки экрана, да, там что-то вообще. А оно же потом все поедет. Я представляю, сейчас неожиданно ты с 4К меняешь на Full HD. И как это будет выглядеть на стриме. Да, это будет мониторная катастрофа. Или мы можем сделать это быстро по лютой инструкции из чата. Подумайте об этом пока. Я тоже пока пойду подумаю, если вы понимаете, о чем я. Никуда не уходите. Я вернусь к вам через 3 или 4 минуты. Правитель Энмеркар, мать его за ногу, обрек меня на это жалкое существование в пустыне. Так. Понятно. Инструкции не было. Dirty Clover 41. Я, кстати, не понимаю, почему не отображаются дин-знаки на экране. Искренне. Я понимаю, старый базар, но... Я даже проверил перед запуском стрима. Хер знает. Итак, 37 секунд назад нам писал Dirty Clover 41. Спасибо за последний подкаст. Интересно было служить. Не знаю, почему напомнил подкаст с Дивой из секс-шопа. Спасибо. Спасибо большое. Следующий подкаст у нас в понедельник выйдет. Сейчас мы записываемся по вторникам. И подкаст через один будет уже записываться на новенькие майки. Планов на 200-й выпуск подкаста пока нет. Сделать его. Есть планы немножко другие. Роман Самарин. Например, починить нос. Это ваш план. А у нас план провести встречу подписчиков в Питере. О которой знают наши патроны. На Патреоне. Все, ну вай. Да, увидимся. Так, еще пишут... Спрашивают, кто писал заглавную музыку к адовой кухне. Ее писал коллектив OneShot. Не существующий ныне. Нам ее подарили. Тема для адовой кухни. Вместе с перебивками. О-о-о. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ха-ха-ха-ха-ха. Waffle Composite. Вот это хороший комментарий. Ха-ха-ха. Для тех, кто не читает чат. Значит, Waffle Composite прочитал профессора по ПК-геймингу. Профессоров почитал насчет разрешения. Там по соседству с экзешником есть папка. В папке и не файл. В инифайле строчка Resolution. А в строчке Resolution нахуй посылают. Да, а текущую тему писал я вместе с Русланом Альдорадовичем. Гитаристом жаркой рок-банды Solar Deity. Ну как, типа, Руслан зафигачил рефак. Я сделал все остальное. Да. А трек к животным нет. Я думаю, животные в курсе. Так, поехали. Милостивый государь. Давай, 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 давай. На свой вкус. Я больше не буду строить ничего. Буду строить храм по шаблону. И срать. Ебать. Да. Подведем ирригацию. Или ирекцию. Можно узнать, как сделать. Знаете, как сделать? Я не хочу ничего делать. Слушай, больше. Не хочу. Никакие эксперименты. Давай вот так. А, да. Ток, ток, ток. Ток, ток. 26 давай давай дальше упс нужно еще один ебаный насос жора так поля что ты хочешь спасибо едем едем в город у рук заезжайте пацаны девчонки и не бинарные персоны в этой дыре отчаянные граждане где и когда игра происходит ну давайте сейчас просто чтобы т 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 подожди где-то можно прочитать где в смысле где Где, как вы думаете, Новохудоносор где? Первый, второй там и все остальные. Как вы считаете, где? А когда можно уточнить миссия? Вот она. Смотри. Ну давай, поехали. Урукская, уродская культура считается одной из самых важных эпох в истории Месопотамии. В этот период появилось множество изобретений, которые оказали большое влияние. Ла-ла-ла. Пятое тысячелетие до нашей эры. Кто-то там ранее писал про третий век? Нет. В четвертом тысячелетии, имея население от 30 тысяч до 50 тысяч жителей, он сыграл город Урук важную роль в урбанизации Месопотамии. Вот так. Я ответил на ваш вопрос. Междуречие, друзья. Первые древнейшие цивилизации. Древнейшие. Древнейшие. Ооо. Попытка номер два Четвертая миссия, ребята Просто пока я тут шакалился с чатом И колдовал с разрешением У меня просто все обосралось Все деградировали Население сократилось Храм не достроили Так что если вы недавно присоединились Можно считать, что стрим просто начался еще раз заново И Нилнов расспрашивает, хотим ли прикол Вы как? И Нилнов пишет, что с Русланом рандомно тусил на семейной тусе Да, вот так Вот, Emperor Rise of the Middle Kingdom Спасибо большое Спасибо Люди, которые спрашивают, как эта игру называется Меня, конечно, немножко поражает Да, абсолютно Это родственница Эмперора, Фараона, Цезаря И вот этих вот Всех потрясающих Ностальгических стратегий Так Только, судя по всему, не такая глубокая Ну, это инди-игра Напомню, что Эмперор делала студия Impressions Games У которой За спиной Были выпущены Выпущены трилогии Цезарь А также ее Пасынки Сыновья Дивери И все остальные Близкие и дальние родственники Зевс Фараон И, собственно, Эмперор Под издателем Сьерра Все это происходило Вот А здесь немножко другая ситуация Чешская студия Непос Я так понимаю Состоящая Подозреваю Состоящая из таких же Ностальгирующих Сделала вот такую вот свою Штуковину Тридцать два Тридцать три Тридцать четыре Давай засевай Тридцать пять Тридцать шесть Уродливый дизайн фермы Уродливый Животноводческая Во, кайф вообще Супер Просто Рай На тебе Хорошо У вас Ну, почему же ты вот не хочешь Вот, чтобы я дорогу подвел Так вот аккуратно Ну, почему нельзя Неужели это Ну, ладно На А-а-а Шестьдесят девять Сука Пятнадцатый Нехватка работников Нормально Нормально Сейчас все будет Сейчас будут и работники И все остальные говнюки Так-так-так-так-так-так-так Бедный рынок А что по пекарням А что по пекарням Они пекут вообще А, да, вот Хорошо Хорошо Пускай еще вот в эту сторону топает Сейчас мы здесь построим новые дома Так-с И И-и-и-и-и-и Склады Пожалуйста Это мы Нанимаем Разносчиц Еды Опа-опа-опа Сразу Раз Чуть-чуть Да Стоило под полтора часа потратить На то, чтобы Всрать миссию Как Немедленно Прогресс Сразу же Пошел в гору У Стронгхолда Скоро выйдет новая часть Пишут про монголов В отличие от прошлых Не 3D Это здорово Надо будет смотреть тоже Не, я люблю такое вообще Сидишь, медитируешь Классно Если бы Если бы не стрим Я бы давно захлопнул бы ноутбук Уже и спать бы пошел Только после просмотра Серийки Walking Dead Досматриваю Восьмой сезон Друзья Досматриваю 13 серия Итак Уруруруру А почему здесь Что это за голяк Молоко не доезжает Молоко не доезжает Что это нужно Как бы нам Вот если я в эту сторону Потяну Он потянется Ржешь Ну что такое Это Что такой тупой Вот Потянется Все Едем 10 из 18 А почему 10 Один может обслуживать 18 ячеек Максимум 18 на 2 Что там у нас 36 Да 10 из 18 Это значит Что просто Можно сделать еще Можно сделать еще Вот так Да А вот это А вот это Что за Срань Здесь Можно было Застроить Неэффективно Ничего Нормально Сколько всего сезонов 10 Walking Dead Ей на 11 Продлили Нормально Че Короче Идеальный сериал Для того Чтобы смотреть На смартфончике Во первых Поскольку это Бесконечная Ебанка Ты сразу Понимаешь На что Подписываешься И Во вторых Благодаря Ну типа Благодаря Вот формату Просмотра На Телефоне Ты как бы Сразу Это Ну Избавляешься От потенциального Чувства Просранного Времени Потому что Ну За 8 сезонов Там есть Типа 5 Таких Лютых Сюжетных Поворотов Все остальное Время Это Ну Ты просто Такой Ну Типа Смотришь Я просто Очень люблю Зомби Вот И На На Телефоне Можно клево Смотреть Это Пока Ждешь Ребенка Из секции Пока Срешь Пока Играешь Вот в такую Херню Которая Вроде как Сама В себя Играет Иногда Пока Не можешь Уснуть Ну и все В таком духе А мне кажется Что вот это Просто за пределами Нет разве Она за пределами Юрисдикции Фермовской Нет Нет в пределах А что тогда Вы ее не обслуживаете Суки Выбрали Почему Почему ты Гад Не обслуживаешь Крайние Поля Я их Снесу Тогда К чертовой Матери А нет Все Базар Ноль О Зря 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 Ну не то Что зря Да На четвертом Сезоне Реально Можно бросить Можно бросить Walking Dead Там Первые три сезона Клево Четвертый Пятый Шестой Понисходящий В седьмой Просто пиздец Что происходит Просто лучший сезон В истории сезонов Вот Ну восьмой сезон Пока интересный И душесчипательный И все в таком духе Ну вот Дальше Я так понимаю Девятый Десятый Опять говнину Пошло все Но Это так По сообщениям О молоко О какое коза Надавали Смотри Да Вот А два спин-офф Это Fear the Walking Dead И еще что-то Ну это просто Меня совершенно Ну типа Ну давайте еще чем Я хочу досмотреть Вот столько Сколько есть Оригинальных Ходящих мертвецов С этими героями Все такое Я не готов Углубляться В тему Читать комикс Там и так далее Короче Вернемся К Нашим Козам Глинодобывающие Давай Пусть будет Очень много Посуды Очень много Very much Dishes Керамическая фабрика Раз Два Складик Да И я так понимаю Что потребуется Новый базар Для этого Да Даже Да 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 Ага Супер Ну и в эту сторону Будем строиться Поэтому пускай Ммм Колодец Ммм 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 Играет музыка. Играет музыка. Реку продлевает. Да как-то нет. Можно только вот ирригационные каналы. По крайней мере вот на текущий момент. А чё по раздатке молока? Ты чё, осоловевшая? Всё настолько охуенно с молоком, что нет места под хлебушек. Это нам не подходит. Оп. Слушайте, ещё я вот не очень понимаю, откуда они бабки берут. Покажи привлекательность. Это что значит? Это я привлекательность смотрю? Покажи привлекательность. Но это косая локализация. Покажи загрязнение. У-у-у, какое всё загрязнённое. Ну, понятно. Это вот там, где люди не хотят жить, а вот там они хотят жить, я так понимаю. Там наиболее клёво жить. Вот здесь. Здесь жить не клёво. Хорошо. А привлекательность? Отсутствует, я так понимаю. И это хочет мне сказать игра. Ладно, сука. Тинь-ти-ти-ти-ти-ть-ти. Надо больше раздавать молока людям, иначе просто... Строиться, значит, будем в ту сторону. От глиноместнических фабрик. Да иди ты к чёртовой бабушке. Ну вот это тупо. Дом на углу. Реально. Нет доступа к дороге. Ты прикалываешься надо мной, старый. Везусеним. Уходя, уходи. Вольфраме вам сейчас будет 3 из 3 Реально Вы начали с того, что не поняли Как узнать название игры Которую в прямом эфире показывают А теперь Я напомнил вам Вуди Харресс Ждем третьего Какого-то Откровения для того, чтобы Вы сократились Как в играх матч 3 Так Что по обслуживанию Данных Видов связи Мы в состоянии туда доставить Да, в состоянии Нормально Эту тоже давай Продлеваем Обязательно И это пускай бродит Уже не побродишь Вот так Хорошо Слушайте, да куда столько молока-то Пердеть все будут Что-то загрязнение здесь такое Глянь Ну Столько молока пить Лактоза-то у взрослых людей Не усваивается Что по горшкам, пацаны? Говна навалили Давайте еще Давайте еще Давайте вот так Навалили Навалили говна Ой, говна Все, заноси Все нормально Так 16 из 32 Эти цифры В графе цели я уже видел Цели, если что Вот если что Вот в том углу экрана Вот в том углу экрана Есть цели Вот они Смотри Вожу мышкой Вот здесь Вот куда тяну Тут цели Население нужно иметь 2000 человек Обычные дома 16 Обычные дома Это вот такие классные Вот такие вот Сраные стандартные Называются хижины Вот такие Просто квадратные Называются белый дом А квадратные Двухэтажные Разукрашенные С пентхаусами Называются Обычные дома Похоже на дома Из Dying Light Кстати говоря Ну там собственно Происходит все где-то В похожей Местности Тайтл канала Привет Что? Да? Что? Да! Давайте посмотрим На тайтл анала Ааа Ну насрать короче Тайтл анала Все закрыл Тут же не все закрыл Ну вот короче Да Там где тайтл анала Там цели Сука Нормальненько 17 уже обычных домов Вообще не сбавляем Не сдаем Не сдаем Нифига Почему пекарни Так медленно пекут? Может надо Давай еще одного пекаря Производитель Производитель Во! Давай производи Нормально мне Все Хороший 10 из 10 Нет Не фухайм Чат В телеграме Зайди В последний Пост У тебя Пятидолларовая Подписка Он должен быть Тебе виден И там Есть ссылка На Элитный Чат В котором Ты посмотришь Очень много Гифок С вывернутыми Кишками Многочисленными Пенисами Разных цветов Возле Лиц Разных цветов И все остальное Ну вообще там хорошо Периодически на людей Что-то находят Но в целом Элитный чат Элитен И с его помощью Легко и удобно Искать Добрых людей Попутчиков На всякие Мутные маршруты И Соучастников На всякие блудники Почему Уходят Эти Ебанаты Вы посмотрите Сколько у меня молока Посмотрите Сколько у меня глины С хлебом Какая-то проблема Я не понимаю Две пекарни Все ломится Где Где хлеб Вы че Почему все Деградирует Опять Опять С им Тайтлом Анало Меня отвлекли Че Возвращайтесь Говноеды Давай еще пекарню Почему Вот только что Он на ваших глазах Обратно Стал домиком Вырулил Стал домиком Третьего уровня И постепенно Они выжирают 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 Производство Не успевает За потреблением Хотя Судя по складам Блять Тут я не понимаю Просто они Жрут что ли Это все В конце концов Я не уверен Насколько она Жесткая Ну Жестенькая Жестенькая Нормальненькая Нормальненькая Жестенькая стратежка С графичкой Такая Бля Все Водица пошла Давай Водицу 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 А что насчет Давай еще одну Которая будет Доставлять Посуду Посудку Пук 18 Обычных домов Нормально Чтобы вам было не обидно Я сверну просто цели Ладно и все Ха-ха Нет там никаких целей Есть только Тайтл Анала Вот этот трек Мне нравится Опять Опять сваливаете Глянь Доней Глаза Опа Хороший Опаньки Пошел качественный рост Давай Давай Назад Да Приперлись Суки А я уже вас не жду Раз Шлагбаум Поставил Саунд Отличный Саунд Отличный Саундтрек Здесь отличный Пока что Лучший саундтрек Который я слышал В 2021 году Я сейчас просто иду Так отвлекаюсь Какие-то чаты Обусленные 20 домов Из 32 А Небук К К Нет Зар Пошел Ну сейчас У меня будет Альбом Джей Зи Или чей Саундтрек Давай Давай А нет Вот жопа Так Альбом Ну это топовый Это прям Транссец В известном смысле Не Ванно 2205 Я че-то не играл Так 21 Красивый дом Нормально Сейчас вот пока Короче в этот раз Не совершаем Ту же самую ошибку Пока 32 Стандартных Дома Я не увижу Сука Я ни в какие Блудники Связанные С храмостроением Не ввязываюсь Ну а так По-моему Вот Вот это и есть 21 дом И они Вот еще какой-то Гадский Бедный дом До него Не доносят Вот же она идет С Амфорой Какой-то Называется Она не доносит Керамику Просто вот Представляете Все есть Чтобы керамику И всего Две этих Кстати Ну да Хорошо Ладно Согласен Давай Керамическая Мастерская Давай еще Нормально Все сейчас Налепим Горшков Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Деградирует Все выключу Никакой глины сюда Не несли Только Качественные горшки Так Доставляет Молоко И хлеб Это Доставляет Понятненько У нас два базара всего Да Ну давай А с этого базара Она не дойдет Дойдет Не дойдет Ладно Хер с ним Между складами Давайте поставим здесь склад На котором будет только керамика Вот тут Бац Где В каком месте они Сука Деградируют Вообще Я ставлю базар Я ставлю базар А там разберемся Бедный рынок Такой рынок Бедный рынок А вот сюда Дорогу Дорожку И доставлять она мне будет Керамогранит Потрясающая мощь На максимально дальние маршруты Та-та-ты-да-та-та-ти-ту-та Все хорошо Ну вот нормально Восемнадцать из тридцати двух Девятнадцать Хорошо Что за проблема пацаны Почему вы не перевариваете Такой мизерный Объем глины Может надо новых работников Нанять просто Чувствуете Оп 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 Раз Ну вот Двадцать четыре Обычных дома Прекрасно 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 И Деньги Можно разглядеть Хотя бы С лупой В этой игре Без Масштабируемого Интерфейса И адаптивного Разрешения Да У меня там Двадцатьсот шестьдесят три Монеты А И они не пополняются Никак То есть Вот я не очень понимаю Откуда деньги Берутся в этой игре Это экономическая Стратегия И я не понимаю Откуда Блять Берутся Деньги Пока только Вот Весь геймплей Только про благоустройство Какое-то Типа Как бы мне сделать Жизнь этих Долбоебов Которые То туда То сюда То они хотят здесь жить То они не хотят здесь жить Как бы сделать жизнь лучше А вот деньги Как я зарабатываю В игре Я не понимаю То есть Как это односторонний Пошел нахер Блять Покинь меня Односторонний Какая-то экономика Вот это кажется Немного странным Да То есть Мы уже читали Комментарии И здесь В чате И когда игра Только вышла Я поделился Этой новостью С друзьями Они посмотрели Много претензий было Да Это калька с фараона Че они вообще Суда не боятся Эчпадий Там и прочее Плагиаты Бла-бла-бла Другие орут Значит Что там Не додали Не доделали Нет религии Общения с богами Кто-то радуется Даже этому Но у меня Вопрос Более фундаментальный Как сука В этой экономической Стратегии Я зарабатываю деньги Как Что это за экономика Такая Как я деньги Зарабатываю Налоги Жители не собираются Если посмотреть Описание Из интернета Я питаюсь Счастьем Короче Я питаюсь Счастьем Горожане счастливы Я счастлив 27 домов Из 32 Обрели Приличный вид Это значит Что пора Ставить новые 27 32 Это получается Че? 5 домов Да? Два Три Четыре Шлеп Все Нормально Сейчас они Вонзятся И быстренько Тоже Наберут форму Влияет ли Бомжатники На качество Соседних домов Ну Влияет Насколько я На текущий момент Понял Влияет Вот Вот это Влияет Поэтому мы Сдвигаем Производство Нам интересно Вот сюда Куда-то Сдвигать А Элитный район У нас Пока Вот здесь Вот видите Здесь вообще Ничего не загрязнено Вот так вот Вишь Раз Два Вот Но вот если я нажму Покажи привлекательность Это то что говорит Как раз то То о чем речь идет Про Бомжатники То я нихера не увижу Везде привлекательно Наверное Или наоборот Все плохо В смысле Туториал был наверняка Был конечно Это четвертая миссия Первые три миссии Меня учили строить дома Фермы Проводить Ирлигационные каналы Налаживать Доставку Говна С рынка К потребителям Вот Это четвертая миссия Здесь нам нужно построить Храм 2000 людей Набрать 32 приличных дома Довести Стандартных Мы как бы Как в фараоне Мы размечаем Вот такими Обоссанными Хижинами Размечаем территорию Затем Эти жители Начинают получать Воду Молоко Хлеб И прочие Прочие услуги И их дома Самостоятельно В связи с этим Вот Здесь можно проследить Смотри Хлеб не получает Молоко Не получает Ничего не получает Для того Чтобы Повыситься А почему А потому что Три И давай Четыре Вот так Ага И молочка Давай тоже Сюда Заноси Раз Вот И постепенно У них жизнь Налаживается Аминь Ждем еще 4 дома Ну, собственно, вот у нас, смотрите, пятый Причем из новых Он уже отгрохал Опа! Ать! Оть! Хац! Так! Ждем, ждем, ждем! Сейчас еще амфор до них доедут Вот она едет Едет на амфоре Вода! А вода-то есть? А вода туда не ходит? На! Оп! Хорошо! Все! 32 чинных дома Это очень здорово О! Нормально! Вот это вот я понимаю Керамическая промышленность Да всем хватает! Видите? Все пучком Все по красоте Здорово же! Что я могу сказать? Декорирование Поставлю я, пожалуй Разобьем-ка сад Вот такой Раз-два Еще классно, конечно, было В копилку замечаний По поводу фараона Там и прочее Вот на что-нибудь влияет сад? Вот давайте просто проверим Нет! Он вокруг себя никак Ну, вот не очищает С точки зрения загрязнения Влияет ли он как-то на... Ага! Смотри! Все-таки Привлекательность Минуточку Ага! Привлекательность! Он влияет на привлекательность Ну, давай Вот! Однако Я хотел бы заметить Вот что это такое? Блокирование Загрязнения Все-таки чуть-чуть, да? Вот здесь вот есть Такие показатели Которые вы точно Не разглядите никогда Уровень привлекательности Есть такие Три квадратика У маленького сада Один квадратик из трех И блокирование загрязнения Тоже один из трех Давай уровень привлекательности Вот! Что было всегда приятно Видеть в том же самом Фараоне Условно говоря Что ты Условно говоря Безусловно На самом деле Что ты Как бы растягиваешь Вот ставишь Один маленький сад Рядом с ним Вторую клетку Маленького сада Потом третью Четвертую И они складываются В какую-то такую Прикольную Четвереньку Из маленьких садов А здесь Просто вот Какие-то хуи Я навтыкал И вот они торчат Снесу Хуи к хуям Храм Давай По шаблону Я не хочу Индивидуальный дизайн Никакой вообще Никогда больше делать Стройку Наверное Надо немножечко Отодвинуть Иначе Что-нибудь поломается Настрой Склад материала Для строительства Давай Че по дороге Пацаны Ох ёб твою мать Ну это пиздец Как-то легко Может через весь город Тащиться С таким же успехом Ладно Не надо нас покидать Сари Деградируют Опять Не просто Если вы еще раз Сейчас деградируете Мне До неприличия То я просто Уйду отсюда На хер Это не ранний доступ Нет 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 Игра в релизе Но никто не лоханулся Ни с чем Нет Мы не будем Стремить Близко Просто Ну есть Такая вещь Как ресурсы Ресурсов Было И хватило На то Чтобы сделать Вот игру В таком виде Она Ностальгическая Ностальгиченская Она Очаровательная По своему Она Пробуждает Те самые Те Рассчитана На тех Кто Помнит Игры О которых Мы сегодня Уже много Много Раз Вспоминали И они Не лоханулись Просто Ну реально Но Есть деньги Или нарисовать Условно говоря Шесть стадий Домов Или нарисовать Шесть стадий Садиков Если ты Небольшая команда С ограниченными Средствами Приходится Делать выбор Всегда Вам надо Не стрим Из Близко Насмотреть А стрим Из Девгама Наши Было У вас бы Не было Таких вопросов Уютная Да Пекарня Не успевает Да я тут Вообще Не знаю Мне кажется Дело в том Что Вот этот Ресурс Он Сезонный Хлеб Это сезонная История Молоко Вырабатывается Круглогодично А у хлеба У меня только еще Немножечко Я понимаю Что это между речью Тигра и Фрата Но Как игроку Вот с точки зрения Баланса Между Функциональностью И наглядностью И наглядностью Мне хотелось бы Чтобы Смена Сезона Вот сейчас Октябрь Например Две секунды назад Был июль Ноябрь Скорость Один стоит Ниже сделать Нельзя Можно только Четыре сделать Скорость Декабрь Январь Февраль Ты пергнуть Не успеваешь Здесь Ну как бы Что-то Можно Я понимаю Что наверное Мы здесь Начинаем Заходить на территорию Ой Ну вообще В этих краях Не было снега И все такое Ну блять Придумай что-то Сука Чтобы это было Наглядно И понятно Потому что Ну Совершенно не очевидно Что меняются Какие-то Месяцы И так далее Да нет Хлеба на самом деле Нормально Судя по состоянию Большей части города Все пучком Ну типа Просто на фоне Того О сколько Керамики Да Слушайте И давайте Это Хер с ним Давайте поставим Еще одну Ферму Почему бы нет Бездельничают Бездельничают И богатеи Жируют Сука У нас в эту сторону Дерьмище И загрязнение Идет Ну значит Здесь и поставим Хотя Какой в этом Смысл Пусть лучше Будет так Чтобы склад Могут Дотянуться И нам нужна Ирригация Боб Боб Или нет Сейчас дорожку Проведем Кривую Так И поля Продолжим Расширять Нормальненько Все я сделал 37 Еще здесь же Можно Класс Еще одного Давай Все Хороший Доброй ночи Бабкин Внук Нет Близкон Не будем Пара Та Та Тара Почему Не юзаем Хромаке Юзаем Иногда Почему вы Сука Деградируете У меня Опять Что за Дегенератское Государство Это Месопотамия Слонопотамия Чего тебе Мало Хлеба Мало Ладно Давайте Давайте У нас Сразу Прямо Здесь Будет Пекар Извините Мы Вообще То Заселялись Престижные Незагрязненные Районы Да Что Вы Себе Позволяете Извините Жрать Хотите Все Одинаково А У меня Тыс Шестьсот Девять Рублей Вообще Осталось Вы Сука И налоги Не платите Только Выебываетесь Нет Украшения Здесь Вообще Ни при чем Вот Все Нужды Населения Здесь Перечислены Это Четвертая Миссия Здесь Нет Цели Обукрашаться Так И к тому же Вот здесь Есть такая Штука Производственная Сеть Миссия Торговля Дипломатия Предстоит Нам Хорошо Престиж Сорей Нет Все таки Есть Ну понятно Бабло Мы будем Зарабатывать На торговле Позже Производственная Сеть Она Прошу Ты Понимал Ясно Еще Должна Быть Где-то Выбор Товара Вот Что это Значит Здесь Его Много А здесь Его Мало Да Ага Нормально Давайте Чуть Базар Вот Кнем Пускай Разносит Только И склад Нужен Да Этой Манде О Все Пучком О Хорошо Давай А где Дегротство Происходит Вот Здесь Вот Маленькое Вот Тут Очень Маленькое Дегротство Видите Ли Понятненько Так Что касается Храма Кирпичная Мастерская Потребляет Глину Давайте Все Хорош Иди Нахер Хранилище Заполнено Конечно Пиздец Наколдовал Все Хватит 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 Ребята Хватит Иди В задницу Просто Иди К черту И Давай Давай Кирпичную Мастерскую Давай Мне Кирпичную Все Вторым Уровнем Пойдем Кирпичную Кирпичную Мастерская Потребляет Глину Наверняка До хрена Уже Глина Глина Мастерская Потребляет До хрена Мастерская Мастерская Насчет войны не уверен сет. Так, это сама залупа строится, я надеюсь. Ай-8. Ага, 8 нужно, 0 есть. Сейчас 358 нужно, 0 есть. Это они должны сейчас эти кирпичи отнести куда? А! Так. Тут-то нам и понадобится караван. Сарай. Та-да-динь. Та-да-да-да-дум. О-о-о-о. Чё вы тигродите, я не понимаю опять. Я просто сейчас разозлюсь. Я просто храм для галочки построю и выключу нахер. Да у тебя бесконечно собралось тут играться с вами. Неопределившиеся. Караван-сарай давай мне. Будем возить кирпичи. Раз. Два. Слушайте, а чё я тупой такой, а? Ну. Не-не-не. Стоп. Why am I so stupid? Ну, этот ещё лучше, конечно. Так. И вот сюда. Здесь ты гад. Здесь только кирпичи. Здесь ты их выгружаешь. Здесь ты их загружаешь. Ну, всё даже нормально. Ну, как ноль-то, блин? Давай-давай. Так. Ноль опять. Пожди минуточку. А, ну я тупой, потому что мудак. У-у-у. Так, так, так. Ну, давай тогда уж отсюда. Сюда. Да-да-да, я понял. На саму стройку. Давай, начинай. Подожди. Короче, я найму второго караванщика. Какой-то идиотизм, но... Вот от сих до сих. Ходи. Почему ты не делаешь это? Просто иди в жопу. Что-то задымилось. Хорош. Остальные условия победы у меня уже соблюдены. Так. Это он выгружает с него. И с этого тоже выгружает. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Так. Так, я надеюсь, у меня все получится. Так. Так что-то происходит, нет ли? Он просто таскается из стороны в сторону, вот этот мудак. Путешествую, отдыхая. Ага. Ага, все. Смотри, хорошо. Все нормально вроде бы. Все прям хорошо. Нормальненько. Давай, ускоряйся. Да. Самая медитативная часть игры. Верно, Нифельхайм. Интересно, конечно, насколько... У меня на тысячу человек превышает население, понимаете? И 32 из 32 домов, то есть все дома, которые у меня есть, все... Ах ты, сука. Да, вот один дегроднул что-то. Сука, только заговорил, да, об этом, бля? Короче, мне нравится идея того, что я вот сейчас могу быстро сохранение сделать и отойти поссать, пока они сами строят храм. Нормально. Сейчас, скоро буду, пацаны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Нормально, да? Все в порядке вещей? Деградирует? Да-да-да-да-да-да-да Так и есть На севере На севере Что тебе? Что тебе мало? Мало керамики? Вы что прикалываетесь? Просто какой-то атас Ну давай Давай сделаем так У нас есть здесь склад какой-то Есть Давай так Давай так Как блять Услуги Этот не в услугах Это в логистике Так от сих До сих И Здесь ты гадина такая Подожди А какая уже Какой я пометил? Уже забываю Вот это Здесь ты Загружаешь Здесь ты Выгружаешь Выгружаешь Хорошо Этот базар Разносит Этот базар Разносит Только Так давай Вот так Вот так да Окей ладно Яндекс керамика А чё по кирпичам Маловасто Керамическое 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 Не-не-не-не-не-не-не-не Глинодобывающие Что ж за Несправедливость Такая И Кирпичная Мастерская Давай Жарь А это Жарит? Нажди Нажди Супер мелкий Интерфейс Ещё промахиваюсь Вечно Так Чё тебе надо-то ещё? Керамики нет? Ты чё Ёбу дался? Ааа Мы сделаем ещё чуть Чуть-чуть Ловчее Вот так Лови-ка Лови-ка И Пожалуй Ещё объединим Вот эти дороги Так, а ты чё? Что случилось? Маршрут Маршрут, который был задан ранее Изменился А чё случилось-то? Чё не так-то тебе? Ещё раз говорю Ещё раз повторяю Отсюда Едешь Гнида ты Сюда Маршрут изменил Почему нельзя этот? Ну, да, маршрут изменил Новую дорогу тебе построили, еблан Что делать? Так, вот Новые кирпичи приехали Супер Отлично Давай ещё Нормально всё Всё пучком Да у меня 623 рубля Осталось Какая экономика Вообще Сэт О чём речь? Ну вообще Экономические стратегии Классно Если ты всегда любил стратегии Но никогда не играл В чисто экономические Мне кажется Не поздно Никогда наверстать Начни с Surviving Mars Если Из Недавних Хороших Примеров Классная стратегия Азартненькая Тоже Хвост игрива будет Так сказать Развлекаться Развлекать пользователя И И И тоже обладает Прекрасным саундтреком Но В отличии от этой игры Сделан на все деньги С большим издателем Всё хорошо Нет Близкон я смотреть не буду Я сны скоро буду смотреть Я рассчитываю на это Вот прям буквально Вот сейчас вот Вот тут Дегроднул один Дегроднул Дегроднул Ну оно тоже Да А когда последнее Оно выходило Я не играл Честно говоря Так уж плотного Но Из наших Общих Знакомых Георгий Добродей Большой фанат Но Ау Давай Здесь загружаются Что не могу удалить Последний Вот Отсюда И Отсюда Сразу Настройку Давай Нормас 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 Что-то Деградирует Да Опять эти Престижные Возмущаются Керамики Мало Понимаешь Мало Блять Керамики Ебану Здесь И здесь И Здесь Хлебушек Пошел Да Нужен новый Склад Не 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 Давай Давай Нахер Иди Нужен Новый Склад Сезон Сентябрь Сезон Когда пожинают Да что ж такое На одну Клеточку Сая Давай Так Вот Вот И Теперь Раз Два Три Потом Сюда Четыре Здесь Ты Загружаешь Керамику В себя Даже Как Как Там Загружаешь Загружаешь Выгружаешь Не 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 Выгружаешь Вась Все Пучком Нет Что Не Так То Вот Все Нормально Вроде Что Я Не Так Сделал Куда Он Везет У Храм Уже Пости Построился Все Нормально Он Выгружает Как Надо Псина Ты Злоебучая Давай Все Нормально Сейчас Потихонечку Короче Они Придут Себя 30 Домов Вернули Экс Секс Так Нормально 32 И 32 Давай Давай Все 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 Быстренько 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 Нет Greenpoint Не смотрел Да Кеннер Абсолютно Точно Это Клон Стратежки Фараона С детства Только Про Месопотамию Я закончил Четвертую Миссию Был Неебически Рад Всех Видеть Спасибо Вам Всем Хорошего Близкона И Увидимся Вскоре На Каком Нибудь Еще Стриме Любви А других Стримов На этом Канале Не бывает Увидимся Субтитры создавал DimaTorzok